Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Творческий запал, желание попробовать себя в новой сфере или покорить сердца миллионов есть в каждом из нас. Догадываясь об этом, ивент-агентство «Специальные события» и журнал «План Б» произвели на свет проект «Золотой микрофон». Шоу любительского вокала, в котором 20 персон, знаменитых, смелых и капельку числавных объединились, чтобы удивить всех тем, что да, мы умеем петь и делаем это не хуже настоящих звезд. Золотой микрофон Золотой микрофон Мы не пытались сделать связь с фильмом. Мы не про фильм. Мы просто про 80-е. Потому что в основном целевая аудитория праздника – это те люди, которые в свое время полностью в детстве посещали Артек. Когда были в Ялте с родителями, сами уже с детьми. И это приятные воспоминания первого декабря вспомнить о Леди. Мы будем петь с Мариной Сембиркиной, с моей хорошей подружкой. Будем петь прекрасную песню Джона Леннона. Будем петь песню «Majon». Такую хорошую, добрую. Есть некоторые там спосты, скажем, волосы, да, усы тоже Джон носил. И очки. То я думаю, почему бы немножечко, ну, не подразить кумиру миллионов, наверное. Она не будет. Она просто будет Мариной Сембиркиной. А я буду, не знаю, Миша Леннон или Джон Мед или типа того. «Миша Леннон» Стабильно много пил виски, чтобы голос был пониже, и поэтому я бухал. Я просто готовилась к тому, чтобы быть бабой-бомбой, поэтому я, конечно же, не бухала. Ты же сказала, ты будешь искать Джоника. Кстати, если вы одинокий, холостой, не замужний, и, в принципе, вы давно бы уже подумывали, что, может, почему бы вам не встретить бабу-бомбы, то звоните мне. 961. А, меня трудно найти, поэтому ищите, пожалуйста, меня сам, окей. Прийти для всегда и на коль на семью. Но я вам свою об успешных ашотах, васгелах, каренах. А них я в своем. Мы умудрились пропустить все репетиции, кроме одной. Двух. Трех. Ну, трех. И сегодня утром на саундчеке я забыл слова все. Дарсен молодец. У него сверхспособность есть. Он сегодня прям вот собрался, собрался и не разобрался. У нас был запасной вариант. Если мы забудем слова, мы будем пить по-армянски. Но, слава богу, мы их не забыли. По типу Ай-Ла-Ла-И-Ла-Ла. Я-то армянский не знаю. Мы хотели петь песню про Сталина, как вы помните, из нашего анонса. Но из политических соображений отказались от этой затеи. И вот в знак благодарности организаторы предложили нам вот такой вариант. У нас сейчас планы гастрольный тур по городам Челябинской области. И Приволжскому оборудованию. Да. Начнем мы с деревни Айбатова. Там живет моя подруга Лена. И вот в ее детском саду мы хотели бы дать небольшой концерт. Оценивать участников доверили зрителям. По итогам тайного голосования лучшим признан дуэт стилиста-парикмахера Лины Хлызовой и журналиста Натальи Голиковой. Хотя точнее было бы сказать трио. На бэк-вокале этой пары была сама Ульяна Пережогина, чье присутствие было не единственной сильной стороной номера. К ним можно причистить прекрасный вокал и драйв. Мы привыкли работать в команде. Мы слышали друг друга все это время. Слушали внимательно. Слушали критику. Слушали преподавателей наших. И поэтому, наверное, все так замечательно было. Мы очень много работали, репетировали. Каждый день встречались, созванивались. Жили буквально прямо на телефоне друг с другом. С самого начала ощущалась слаженность в этом дуэте. Хотя Лена и Наталья не были до этого знакомы. Но музыка объединила, и все получилось очень круто. Вы смотрите Beauty Time. Мы продолжаем наш марафон под названием «Подтянись к Новому году». Очередная серия предновогоднего апгрейда прямо сейчас. Аппаратная и уходовая косметология совсем не противоречат друг другу, а напротив, эффективно дополняют. Так, например, уже стали своего рода классикой микротоки и альгинатная маска. Альгинатная маска – это маска пластифицирующая, которая засыхает при добавлении воды в нее. Состоит она из водорослей. Это обычная альгинатная маска. Здесь, в нашем случае, в нашей процедуре была использована маска с гелем. То есть она не засыхает. Она плотная, влажная. То есть особенность этой процедуры в том, что люди, которые не хотят пользоваться инъекциями, они могут воспользоваться этой процедурой. То есть альгинатная маска, она укрепляет кожу, вводит препараты, которые находятся под ней, является моделирующей. А также здесь она используется вместе с микротоками, которые являются безинъекционной мезотерапией. В идеале сочетание этих процедур нужно проходить курсом. Однако даже после первого визита можно наблюдать эффект свежего лица, что так необходимо в преддверии праздника. В центре наука красоты сотни услуг для преображения. Коррекция фигуры методом 4D 2500 рублей за сеанс. Перманентный макияж микроблейдинг 3825 рублей. Вечерняя укладка волос от 1000 рублей. Улица Косырева, 63. Телефон 77 88 177. С 6 по 26 декабря сделайте покупку в бутике Елена Миро и выиграйте сертификат на 10 тысяч, 5 тысяч или 3 тысячи рублей. Новогодние скидки до 40%. Бутик Елена Миро, проспект Ленина, 65. Впервые в Челябинске. Отборочный тур чемпионата России по свадебному макияжу и свадебной прическе. 9 декабря. Отель Парк Сити. Главный приз – поездка на чемпионат мира в составе национальной сборной. Организатор чемпионата – салон красоты Барселона. Генеральный спонсор – центр красоты и здоровья Гармония. Партнеры – школа роста и практики и отель Парк Сити. Заказ билетов – 742-88-03. Регистрация участников продолжается. Подробности на сайте barsasalon.ru Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее в выпуске несколько идей для обновления своего праздничного гардероба. Образ для новогодней вечеринки – элегантный, нарядный или эффектный – не ограничивается платьем. В нашей подборке сегодня участвуют комплекты, созданные специально для главного зимнего торжества. Блуза кипельно-белого цвета, особенно в сочетании с контрастным низом, всегда притягивает внимание. А декор и нестандартный крой уберут ассоциации с офисным стилем. И если весь год юбки, сетки или бархата сочетались с простым верхом, то для этого вечера можно себе позволить яркие фактуры из поэток или гипюра. А чтобы было уютно и тепло, выбор можно остановить на трикотаже. Тематический рисунок на джемпере и мерцающая фактура сделают свое дело. Преимущество составного наряда в его вариативности. Ведь характер вечеринки, погода или наше настроение могут быть разными. Главное, чтобы градус стильности оставался неизменно высоким. Вечеринка в современном формате часто не ограничивается одним лишь событием. Подготовка или прэ-пати часто становится самостоятельным, не менее интересным действом. Также творчески можно подойти и к организации авто-пати. Один из примеров прямо сейчас. Знакомо ли вам чувство, когда после удачного отдыха снова требуется отдых? Восстанавливать свои силы можно дома на диване. А можно доверить это мероприятие профессионалам. Восточные техники массажа, проверенные столетием, возвращают к жизни быстро и эффективно. Тип массажа предлагается выбирать в зависимости от утренних симптомов и вечных предпочтений. Итак, открывает наш СПА-обзор традиционный тайский масляный массаж. Сочетание расслабляющего массажа всего тела с ароматерапией помогает снять усталость и нервное напряжение. После него человек чувствует себя обновленным и полным жизненных сил. Следующий в списке восстанавливающих СПА-процедур – детокс-массаж. В наших экологических условиях он, в принципе, показан всем и каждому. Ну а после вечеринки с высоким градусом веселья он просто необходим. Массаж травяными мешочками рекомендован тем, кто предпочитает танцы до упаду. Это уникальная техника, которая включает в себя ароматерапию, прогревание биологически активных точек и даже элементы йоги. Особенным образом происходит и подбор трав. В зависимости от того, какого лечебного результата необходимо добиться, подбираются и лекарственные травы. Массаж травяными мешочками является великолепной антистрессовой процедурой, способствующей выведению токсинов и стимулирующей кровообращение. Ну а если вы не в восторге от шумных вечеринок и предпочитаете спокойное времяпрепровождение, то массаж горячими камнями – идеальное решение для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Массаж тела с использованием натуральных камней способствует глубокому расслаблению и дарит вам ощущение физического покоя и душевного равновесия. А это восстановительная программа «Два в одном». Здесь и массаж, и тренировка. Тайский традиционный массаж в кимоно включает в себя элементы йоги, улучшает кровообращение и обмен веществ. После такой процедуры вы ощутите небывалый прилив сил. Вечеринка – это всегда многосложное мероприятие, но мало кто знает, что к ней нужно не только подготовиться, но и распланировать свой отдых после. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Sony Кривой 30. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. Территория тайского СПА Тайвай. Российская 206. Телефон 223-23-20. Подробное описание СПА-программ ищите на сайте taiwai.rf Для тех, кто ценит красоту и время, Клиника эстетической медицины «Максима Клиник» представляет Уникальные аппаратные технологии за один час. Красота и здоровье с максимальным комфортом. Консультация в подарок плюс приятный сюрприз. Телефон для записи 200 ровно 33-95. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Искушенного зрителя в современном мире удивить не так-то просто. Именно поэтому творцы стараются придумать что-то новое и необычное. Так, например, в нашем городе известный в культурных кругах директор фестиваля «Матч» Альфред Генгер решил прибегнуть к синтезу искусства и снял мультимедийный фильм-концерт под названием «Ин-Аут». Вдохновлялись всеми жизненным опытом своим, в котором очень много всего интересного и увиденного. Художники, музыканты, поэты – все это вместе. В общем, выдала вот эта картина «Ин-Аут». Отдельно была каждая, каждая сцена написана, прорисована. Все раскадровки на каждую сцену были сделаны. На тот момент это было больше 200 раскадровок, потом уже убрали, соответственно, часть. Сюжетная линия разделена на 12 частей. Герои попадают в разные ситуации, оказываясь в каждой из 12 комнат. Все сцены сопровождаются живой музыкой в исполнении автора проекта. Гитара сама как инструмент, в ней очень круто получается минор. Именно минор, когда вот эти струнки души, они там начинают у тебя где-то вот тут вот играть, щепетать. Тем самым у тебя образуется интимная связь со зрителем через минор, через вот это щепетение, да. И тогда человек раскрывает себя по полной программе. И его можно зацепить, в него можно вложить вот то, что вот мы ему показывали. Есть над чем подумать. Удовольствие поры бывало такое, знаете, двоякое, потому как не знал, на что обращать больше внимания, на звуковой ряд или на видео. Но, тем не менее, интересно, что они перекликались часто, и тем самым, получается, одно было как бы дополнением другого. Очень много было аллюзий на знаменитых писателей, авторов, людей искусства. Я думаю, что это однозначно для людей, которые ценят искусство, однозначно для людей, которые ценят современное искусство, и однозначно для людей, которые еще что-то нестандартное. Было интересно разгадывать ассоциации, скажем так, отсылки к произведениям искусства уже существующим. Они были где-то понятны, где-то нет. Это тоже было очень интересно. Не говорили вот о цельную картину этого фильма. Нам говорили конкретно по сценам. То есть какие задачи по сценам, что мы показываем, что нам нужно отразить, передать какие чувства, эмоции. Вот как-то это вот так вот было. Огромное количество сил и энергии мы потратили. Мы все вложили часть себя, потому что мы все над этим очень работали, очень трудились. Мы все помогали Фреду в исполнении его задумки. Авторы проекта назвали фильм «Вход-выход» некой прогулкой в свой собственный внутренний мир. А значит, каждый зритель воспринял замысел по-своему. Есть над чем задуматься, есть что обсудить. Еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсы модных событий на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я. Имидж-студия Елены Ивановой». Субтитры создавал DimaTorzok